добрый день дорогие мои ученики по вашим просьбам сегодня у нас небольшой урок по моделированию вот посмотрите какую модель вы предложили мне показать это ну может быть немножко уже всем надоевший стиль так называемый бога да когда в общем то наша базовая конструкция самая так сказать обыкновенная хотя чаще его и и дел выполняет без вот этих нагрудных выточек на используя при этом плоский крой но я как всегда хочу немножечко уменьшить всевозможные заломы лишние никому не нужные какие-то вещи которые мешковато смотрится на фигуре и предлагаю сохранить плечевой пояс как обычно с хорошим балансом вот это все сделать и выполнить вот эту самая стиль бога только за счет переоформления вот этих боковых швов вот такое у нас техническое задание получилось вот такой рисунок причем если ткань у вас будет типа льна то это будет смотреться как-то так если вы возьмете ткань тонкий трикотаж какой-нибудь тяжелый то она у вас повиснет и будут вот здесь вот такие вот симпатичные вот такие будут у вас как говорится драпировочки потому что это все будет вот так вот опущено так торчать не будет и будут вот такие вот красивые здесь какие-то драпировочки получаться по бокам тоже зависит от того насколько вы этот сильный стиль бога сделаете мерки вы выписываете свои собственные какие у вас есть базовую конструкцию строите свою собственную используя вот такие прибавки силуэт прямой по груди 5 6 по бедрам тоже 5 6 и прибавка к вхвату плеча тоже 6 сантиметров и можно даже делать побольше и мы переходим определив свое техническое задание к нашему к нашей базе и так перед нами вот такая базовая конструкция так давайте я ее буду показывать наверное вот таким вот образом чтобы вам было это все видно смотрите у нас есть базовая конструкция нашей полочки и у нас есть базовая конструкция нашей спинки вы посмотрели на мерочку отложили длину изделия это у меня вот эта линия будет длиной изделий весь листочек тут примерно 68 сантиметров у меня оказалось и вы на бумагу укладываете или на ткань можно сразу укладывать кто уже по увереннее себя в этом чувствует допустим вот эту полочку здесь у нас сгиб выточку на грудную я хочу перевести в горловинку значит я должна на горловинке выбрать точку вот я ее выбрала после этого и хочу сделать свою вытачку вот так вот в этом месте после того как я это наметила я вот сюда ставлю карандашик зажимаю и выполняю закрыл поворот закрывая на грудную вытачку вот я ее закрыла я ее закрыла и она у меня открылась вот сюда обвела горловинку и нарисовала вот эту линию я сейчас проведу это поярче для того чтобы вам было понятно как изменилась у меня горловинка вот так вот так и перевела вот эту вытачку горловинку плечико у меня осталось как есть пройма у меня осталось как есть а дальше я выполняю вот это мой вот это наша боха то есть мне нужно выбрать линию на каком уровне я ее хочу расширить так сказать свое изделие кто-то захочет расширить его в области бедер и эти складочки упадут чуть ниже бедер я посмотрев на тот рисуночек который вы мне прислали на ту фотографию решила что на ней у нас это линия несколько ниже бедер то есть вы должны понимать что вы вот этот уровень тоже выбираете практически произвольно что выбралось у меня на глаз у меня получилось здесь 32 сантиметра то есть расстояние от талии вниз 32 сантиметра вы можете взять 20 сантиметров вот сюда сделать неважно я выбрала вот эту линию дальше я хочу расширить свое изделие на этом уровне от 6 до 10 допустим сантиметров я делаю все умеренно есть у меня жесткая ткань типа льна я выберу 6 сантиметров если это у меня трикотажное полотно какое-нибудь мягкое я выберу 10 сантиметров а после того как я это выбрала я просто очень просто делаю вот так расширяю свое изделие вот сюда и сужая его немножко к низу можно к низу даже сузить слегка а можно оставить ту ту ширину низа который у вас получилось вот собственно говоря и все но что касается спинки там вообще ничего не меняется еще разочек лишний раз я вам покажу что я люблю переводить вот эту вытачку на спинке в горловинку то есть я выбираю вот эту точку затем я как бы хочу чтобы она у меня была вот здесь я зажимаю карандашиком вершину вытачки и закрываю вытачку двигаю ее вот так у меня ушла вытачка из плеча и вот этот кусочек горловинки я провожу вот так вот и открываю и убираю все и рисую на ткани вот так и вот так вытачка переехала у меня в горловинку плечико осталось доступно ну вот и все собственно говоря здесь мы оставляем все как есть и выполняем переоформление бокового шва полная аналогия с полочкой вот собственно говоря и все что нам нужно сделать для того чтобы мы получили вот такой вот силуэт боха это самый простой прием то есть просто переоформление боковых швов а в развитии темы мы можем еще какие-то вопросы посмотреть но это дальше а на этом разрешите закончить наш сегодняшний урок по нашему силуэту боха всего вам доброго всегда ваша Галина Коломейко давайте мы пожалуйста мы мы мы